Это обновление вошло в число моих самых любимых обновлений, добавленных в Blender 2.9. На основе оригинальной статьи от Nishita на Seagraph 1993 есть совершенно новая текстура неба, которая добавляет много таких прекрасных опций, как высота, атмосфера, пыль, озон и так далее. Вы сами можете оценить результаты, посмотрев на эту демо-сцену Барселона в Blender. С приближением к закату вы получаете эти насыщенные апельсиновые цвета неба, переходящие в красивые темно-синие. В примечаниях к выпуску вы даже можете сравнить старую текстуру неба и новую текстуру неба слева направо. Та, что справа, имеет гораздо более красивые детали, особенно когда приближается к закату. А чтобы добавить все это в Blender, на самом деле достаточно всего лишь пары кликов. Поэтому давайте посмотрим, как это сделать. В самом Blender 2.9 вам нужно перейти к настройкам рендеринга и убедиться, что выбран Cycles. Если поддерживается графический процессор, включите его. И можно немного растянуть панель, чтобы у нас было немного больше пространства. Перейдите на эту вкладку World и в разделе Surface вы увидите фон поверхности и цвет. Кликните по Color и выберите Sky Texture. Вот и все. Вы включили текстуру неба. Теперь давайте добавим в сцену еще пару предметов. Давайте перейдем в Add, Mesh и добавим в сцену плоскость. Нажмите S, чтобы увеличить ее. Окей. Теперь давайте удалим этот источник света, чтобы мы могли реально оценить, что делает небо, и кликнем на рендер. Если развернуть сцену, то где-то вдалеке можно увидеть солнце. Видите? С этими настройками можно многое сделать. Например, вы можете полностью опустить солнце или поднять вверх, скажем, в полдень. Ну вот примерно так. Солнечный диск едва различим. Но если вы уменьшите пыль, или напротив увеличите пыль, вы четко сможете увидеть солнечный диск, который там находится. И вы можете видеть, как это красиво влияет на нашу сцену. Мы можем задействовать воздух, и теперь у нас получилась такая классная марсианская атмосфера. И возможно немного смешать ее со зоном. И теперь мы на какой-то странной далекой планете. Или уберем воздух. Теперь воздуха совсем нет, и мы должны быть на краю планеты. Или, может быть, немного добавим воздуха. И совсем уберем озон. Вот так, а высоту мы поднимем. Теперь вы действительно на краю земли. Не правда ли круто? С этой новой текстурой небо от Нишито можно сделать очень много чего мы могли бы потратить на эту вечность. Но есть одна интересная вещь, которую я хотел бы вам показать. Итак, давайте установим Sun Elevation на единицу, Altitude на 0, а также Air на 0, а Dust на 10. А теперь, если мы включим силу и оглянемся вокруг, у нас будет приятный мягкий белый рендер вокруг нашей сцены. Это может быть действительно хорошо для каких-то предварительных просмотров моделей или предварительных рендеров. Особенно с этими красивыми мягкими тенями. Сцена выглядит очень круто. Как я уже говорил, с текстурой неба от Нишито вы сможете сделать гораздо больше, чем другими альтернативными способами. Поэтому поэкспериментируйте с этим и посмотрите, какие красивые рендеры теперь у вас будут получаться.